здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие по книге теги дим 112 псалом у нас либо мотивом таким псалма этого называется что подлинное богатство человека это то что он дарует другим так написано в древних книгах а вообще 112 псалом очень необычный он во всех древних книгах написано что он очень связан с недельной главой ваешев обычно нет таких связей здесь вот она прочерчена псалом 112 он как бы провозглашает славьте бога счастлив чек боящийся бога это следит первый пэрк теги дим 112 и здесь дает такое разъяснение он счастлив от самого процесса того что он исполняет заповеди а не от того что там сидит и думает что он получит там будущем мире написано что к приметам богобоязненности относится доверие к богу это написано в 112 псалме седьмой восьмой пирог это плохой вести не убоится твердое сердце и вы так далее раввин гирш он говорил следующие слова в комментариях к этому псалму вот такое спокойствие духа оно известно только богобоязненным людям верным своему долгу всегда который ну такой образец и образец для подражания в главе ваешев это йосиф который удерживал себя и так далее кроме того большим то говорил о том что в недельной главе ваешев 112 стихов можно и это тоже рассказывает о том что как они связаны между собой есть еще одна вещь которая обсуждается по этому псалму из него сделан вывод очень серьезный такой далеко идущий обычно люди какой стараются какой-то память о себе оставить какой-то след в истории совершать какие-то великие дела научные открытия но написано что обычные люди должны понимать что не в этом память остается в поколении написано благодаря исполнению заповедей что написано в 212-ом псалме девятый проекта щедро отделял давал бедным и прибывает справедливость его вовеки возвысится он славе то есть отсюда мудрецы делают вывод что именно добрые дела являются тем самым настоящим который остается в веках но теперь парагматические вопросы написано что этот псалом читают для обретения силы когда много проблем испытаний если человек в отчаянии читать 112 псалом что еще есть по 112 рекомендуется всегда когда надо преодолевать жизненные препятствия то этот псалом идеален в этом плане а вообще самых древних книгах которые я видел написано что я процитирую этот псалом читают чтобы подниматься и преуспевать с мужеством ну вот все браховы от слава